1. Областное радио В Москве нашла нас, связалась Шоу называется «Я почти знаменит», друзья, можно эту запись посмотреть на YouTube, все уже давно лежит Для тех, кто не видел, буквально в паре слов, что это такое? Ну, для нас это было первый раз, масштабное такое, обычное, там, на открытие магазинов или выступление на Масленице где-то, здесь прям, вот, первый раз такое, волнительно было Ну, а суть была в чем? Вообще, суть этого проекта очень простая, да? Проект посвящен людям, которые умеют что-то вот необычное делать, да, лучше, чем остальные Да, что-то выполняют какие-то... Слушайте, вам надо в звезду районов нашу Да, у нас тоже есть проекты Ну, может, дайбург, мы пойдем и туда Скажите, а вот во время съемок вы сказали, что чувство волнения испытывали, налетных качествах блинов, это никак не отразилось? Нет, это как бы было, да, страх какой-то, что-то, боялись, что что-то произойдет не так, но настроились и выполняли все то, что возможно было Давайте попробуем на пальцах объяснить, вот, по радио, потому что многого не покажешь, это как выглядит? Две сковородки диаметром... Вот такие... Обычные, обычные сковороды Небольшие, большие Вы так и поняли, что обычные сковороды Небольшие сковородки, так Самое главное, чтобы сковорода была горячая Это важно Да, двойное дно нужно Так Ну, началось, колхозная утром Круглая ручка Чугунные Как вы думаете, коллеги? Чугунные нет, тяжелые Обязательно простая сковорода, сковорода, двойное дно Кусокий борт А дно всегда держит тепло, потому что сковорода должна быть горячей Если будет холодная, блин, не будет скользить А нам надо, чтобы он хорошо скользил, подпрыгивал и хорошо возвращался обратно Да Значит, дело не только в сковороде Значит, дело еще в том, что вы добавляете Нет Когда готовите блюдо Нет, мы ничего такого, естественно, не добавляем Рецепт... Ну, прыгучесть-то тоже зависит от... Рецепт очень простой И как бы... И мы вам его не расскажем, да? Да, и мы вам его не расскажем А, кстати, да, мы уже выяснили за эфиром, друзья, что рецептура держится в большой тайне Ну, какая-то классика жанра, там, типа, воды, муки, яиц А вот и муки, соль, сахар Хорошо, расскажите тогда, во сколько... Как давно, во сколько лет вы вообще обнаружили в себе вот это вот стремление подбрасывать что-то вверх на сковороде? На работе Это было 6 лет назад Давайте расскажем, где вы работаете В Добрянке Вы в Добрянку ушли целенаправленно быть блинопеками, или как получилось это? Как-то вот непонятно Мы пришли на работу, как бы, вы сказали, можете там печь блины? Да, мы решили печь блины Все начиналось с того, что испекали на 4 сковородках Сейчас дошли до рекорда, пекем на 12 уже сковородках Ух ты, одновременно? Одновременно На одного На одного Человек пекет на 12 сковородках Я бы на 12 сковородках только 12 сковородок мог бы испечь Это в час примерно 250 блинов Ух ты Простых У нас еще есть разные блинчики Но вот вы когда устраивались в Добрянку, вы уже что-то умели? Или вы просто увидели вакансию и просто искали работу так? Самоучки Самоучки Мужчины-самоучки-блинопеки Мечта Самоучки-блинопеки Мечта вообще просто Устроились в Добрянку Как много времени ушло на оттачивание навыков? Это же такая история не очень простая Сколько блинов прилипло к потолку, прежде чем вот произошло И комом было выброшено Очень много Я каждый день выносил пакетами блины Ну, потому что они падают и их уже все, никуда Мы их списываем Мне директор сказал Добро, учись, у тебя все нормально получается Плюс, штрафуют за это? Нет Зарплаты потом вычтем, да? Плюс еще была мотивация, премия за это А есть какая-то категория, подкатегория у блинопеков? Там блинопек первого класса Первой категории Серьезно? А сколько всего категории? Две А чем отличаются? Мастер-класс Мастер-класс То есть один может там на одной сковороде, второй на... Нет, то есть есть блинопек, который только выпекает на какой-то части, ну, как бы сковорода, сколько он там? 6, 12 А есть мастер, который выполняет еще элементы шоу, то есть подкидывает блин А-а-а И вот в этом есть категория Сколько всего блинопеков работает в Добрянке? Ну, так, навскидку 6-7 И это мужчины и женщины в Сынче-Сынче? Все Все мужчины, да? Вот как, вот это ключевой вопрос Нет, нет, это женщины А, женщины, женщины Но все же это дело мужское или женское? Кто круче вообще в Добрянке? Мужчины или женщины? Гендер не имеет Покупатели говорят, что вкуснее всего у мужчин Так же, как и мясо, шашлычок Вы умеете, мальчики, это делать? Вот как, как вот А в чем, в чем вот секрет? Ну, кулинария, кухня, это все Из поколевиков было женским местом Если сейчас, друзья, вы услышите в эфире странные булькающие звуки То это... Это у меня Да, сегодня невозможно тяжелые фирмы Все утро говорим в честь Международного дня блина Про вот эту историю Нам уже слушатели пишут, что мы им спортили утро, потому что они не могут работать Слюни А в вашем шоу нет огненной составляющей? Блины не поджигаются? А вот да, что-то будет Можно попробовать, но будем пробовать Файер-шоу впереди Да Ну, в общем, вы приехали на шоу Да? Жонглирование сколько времени длилось? Мы тренировались У нас там было два дня как бы привыкания к сцене, всего остального, к свету, всему остальному Ну и все, и потом мы вышли на сцену, у нас было выступление три минуты Вот, нам этого было достаточно, чтобы показать свой талант Никаких... ничего не сбилось, не пошло ни по плану, то есть все получилось хорошо С одного дубля сняли все, да? Все сняли с одного дубля, а у нас и не было второго, третьего, это как бы не допускается, то есть все снимается с одного дубля, то есть либо пан, либо пропан Секретные ингредиенты из дома везли или в Москве купили? Часть из дома, часть в Москве Да То есть опять не скажут, да? И правильно делают Получается, что такие блины можно территориально в Новосибирске попробовать только в Добрянке Только в Добрянке А в какой-то конкретной или во всех? Можно попробовать это на Борисово-Богаткова 266-4 и на Глада 4-4 Так Только в основных магазинах Все понятно Когда финал? Большая тайна Мы говорить об этом не можем Не можем Не можем, но он скоро Вот это мы можем Это скоро, но как бы, как только съемки пройдут, это все узнают А вот уже полетели вопросы на эфирном ватсапе, помимо аплодисментов, друзья, ваш адрес, просто идут слова поддержки Ребятам желают удачи в финале Делал блины на Карачинской, у меня не очень получилось Есть ли работающий рецепт? На минералке, скорее всего, да? Вот имеется в виду Да, есть Вот как тогда сделать блинчики на минералочке, чтобы точно получилось? Пропорции Рекомендованные какие пропорции? Разные Пропорции мы рассказать не можем Безполезно Ну хорошо, расскажите тогда про те блины, которые вы нам в подарок принесли Да, друзья, мы совсем скоро покажем в сториз, в инстаграме, обязательно найдите наш аккаунт Мы когда вы это увидели, мы так сразу поняли, насколько мы рады вас видеть Ради 54 найдите Это блинчики обычные, классические, которые еще с давным времен пекли нашей бабушке Да И мы их изготовили с утра, просто там же есть джем И все, обыкновенные, классические Ну, возвращаясь, давай, к участию ребят, напомним, что у нас в студии Андрей Фролов, Эдуард Базилевич Ну, в первую очередь, это сотрудники Добрянки, это важно Ну, и участники, конечно, программы «Я почти знаменит» Вообще, Юлия, это те люди, которые на своих блинах уже могут автографы ставить Ну, в общем-то, так-то да Как встретили вас там? Напомните слушателям Радио 54, кто вот не видел, кто в жюри этого конкурса Жан Бадуева, да? Суцкоридзе Суцкоридзе И Алексей Ягудин, да Как встретили? Было ли душевно? Гостеприимно все было Гостеприимно все Они хоть попробовали ваши блины или только посмотрели? Посмотрели Посмотрели Мы приготовили, но почему-то они не стали Они же там все на диете Да, все на диете Ну, так они и были после Потому что все нормальные люди работают на Радио 54, Юлия Игоревна Абсолютно верно, мы за шашлык заблины Всегда только Ну, был душевно, не было дискомфорта, какого-то ощущения того, что вокруг есть сплошные звезды и морально не по себе Все, все, все было хорошо Нет, вы скажите, если кто-то там обижал, мы разберемся Нет, все было прекрасно, все было чудесно Круто И как встретили потом в Добрянке? Вот это интересно Как встретило начальство, руководство? Что говорили, что сделали для вас? Хорошего вам Руку пожали, да? Мы когда прилетели, как бы все настолько хвалили, что прославились Вот, как бы раскрывать мы тогда не могли Что откуда вам и как мы Ну, а потом позвонили нам с газеты Новосибирска И тогда мы уже начали здесь прославляться в Новосибирске И так вот сейчас попали на Радио Как-то вот чудесно И на работе только хвалят И дали денежную премию А вы сами из Новосибирска или приехали откуда-то? Из Новосибирска Из Новосибирска, да? Я сам вообще из Украины Приехал сюда в Россию 7 лет назад В Новосибирск Отучился здесь в сервисе колледжа и питания Устроился в Добрянку И так началась моя история Так, ну работа, шоу, это все, конечно, прекрасно А времени на личную жизнь хватает Оба женатые Оба женатые Вот расскажите, это интересно Дома отдыхаете от этой блинной нагрузки? Жену забрали на себя? Да, бывает и выходной, вторая смена Когда ты становишься возле плиты, чтобы удивить свою семью чем-нибудь вкусным Не только блинами А чем еще удивляете, вот кроме блинов? Вы же на все абсолютно руки мастера, судя по всему Как душит душа с сегодняшнего дня Так и что вот в голову придумалось Сегодня приготовлю там курочку Там, помните, заведу Но есть ведь все равно какое-то фирменное блюдо Которое лучше всего остального готовится Я вот как с Украины, мое любимое блюдо это борщ Ох, логично У меня картошка жареная А вот ее, кстати, тоже надо уметь жарить Правда Да все, ты успокойся, не расскажет нам рецепт сейчас опять Да подожди, ну хотя бы про картошку вытащить Что-нибудь Можно рассказать Может быть, вот топ-3 совета для жарящих картошку от настоящего профессионала Какие, может быть, самые основные ошибки мы совершаем, когда жарим И поэтому иногда она получается как будто чуть подваренная, иногда пережаренная Вот чего не совершать? Хотя бы это расскажите Раскалить сковородку с маслом Раскалили сковородку с маслом А сначала выбрать картошку, для того, чтобы подходила под жарку именно, да? Да, высыпать ее, меньше мешать и в конце за минутки 3-5 подсолить ее Крышку не нанимать Вот, без крышки это важно И солить не сначала В конце уже, да, иначе она в кисель превратится Ее можно когда уже... Меньше мешать Да Ты когда ее посолил, ее можно уже снимать с плиты Потому что она уже сама горячая То есть она уже дойдет Дойдет, да Крышкой не накрывать Так и что там про борщ-то? Ну, борщ ты точно не потянешь Ну, ладно, я тебя умоляю В украинский борщ фасоль добавляется или нет? Нет Нет А, кстати, это знаменитая история Ну, у нас в Сибири, да, как-то вот любят люди Так же самое здесь, вот сколько я сталкивался с украинским борщом в России Вы очень много добавляете свеклы Очень много А очень много это знаю Я вот оставлю свеклу, это много? Прошу, просили, что-то Юля, ты бы видела те свеклы с Украины Они шло такого размера Слушай, ну серьезно, а нормально свекла, это сколько в борще? Половинка Половинка свекла Борща? Вот так вот Ну, грубо говоря, на 3 литра борща идет пол свеклы А свеклу сначала предварительно обжариваем? Посыруем или сырую закладываем? Нет, конечно, посыруем А что мы еще с борщом делаем не так? Расскажите Да сметанка мы поняли, что у нас вообще уже никудышная, да? Да подожди, узнаем у профессионалов Каждого приготовления свой, поставь 10 человек в один ряд Да, абсолютно верно И у каждого будет по-своему Абсолютно, ты вот пампушечки добавляешь Это отдельная история абсолютно Когда ты будешь готовить Радио 54 Первое областное радио